При том, что я застарелый гипертоник, застарелый, мое давление 200-220, я в месяц специально мерила в течение месяца, у меня давление 140 на 90. Я легко встаю, я бодро себя чувствую. Я стала быстрее ходить. Каких-то таких особых, там, знаете, нарушений в организме, сбоев я вообще не почувствовала. Единственное, в первые три дня, когда я вот начала на кето-диета, низкоуглеводная диета, и больше у нас в диете преобладают жиры, 75% жиры, у меня стали тянуть икры ног. Вот это было у меня дня три. Дня три было, и, значит, я чуть-чуть добавила творожка, но только жирного, жирного творожка, не больше 100 грамм в день. И как-то оно само по себе, это говорит, когда входишь в кетос, бывает такое, ничего страшного. И само по себе потом оно как бы и прошло. За две недели, которые я сидела на кето-диете плюс интервальное голодание, или, наоборот, интервальное плюс кето-диета, я потеряла первые свои 5 килограмм за две недели, за 14 дней. А вот за эти две недели на сегодняшний день я потеряла 2 300. В итоге 7 300 у меня получилось. Ну что, мои хорошие, могу сказать. Интервальное голодание, оно очень, очень меня радует. И я и чувствую себя лучше, и настроение мне бодрее, и ходить я стала быстрее, и встаешь вот какой-то вот, ну, совсем как будто обновленный человек. Вот некоторые привыкли завтракать утром, но хотят похудеть, да, допустим. Пожалуйста, мои родные, привыкли вы в 8 часов завтракать. Вставайте, завтракайте в 8 утра. И с 8 до 4 дня у вас 8 часов в окно для приема пищи. Все, пожалуйста. Но после 4 утра до 8 утра следующего дня вы не кушаете. Так как, допустим, как у меня, в 12 я кушаю до 8 вечера, и после 8 я до 12 следующего дня не кушаю. Хотите, вы 10 начните завтракать, тогда у вас с 10 до 6, как у многих, после 6 не едят, и так же до 10. Это как вам больше, вот для вашего организма. Для меня вот с 12 до 8 самое идеальное, потому что я не люблю завтракать. Для меня это вот прям идеальный вариант. 16-8 именно вот, начиная с 12 часов у меня завтрак. Для меня очень это подходит, это мне очень нравится. Хотя я уже склонна передвинуть маленько, потому что можно и в 18, 6 и 24. Ну, это уже по ходу. Пока говорим только за 16, 8. Поэтому пришла я простым способом, увидев себя, свой вес на весах. Вот и все, вот что меня сподвигло. Только это, потому что мне это ужаснуло. Еще раз повторяю, метр пятьдесят восемь и рост, и 102 килограмма, 102-2 сегла. Еще меня спрашивают о продуктах. Вот вы знаете, мне проще сказать, какие продукты нам нельзя. И, в общем-то, каждый из вас, каждый из вас может себе позволить. Я не говорю о каких-то дорогих продуктах, каких-то вот прямо таких, очень-очень каких-то замудренных. Нет. Я покупаю совершенно обычные продукты. Я покупаю любое мясо, какое я люблю. Любое мясо. Рыба, птица, говянина, свинина, какая вам нравится. Овощи. Вот овощи, да, вот все-таки, если вы будете на интервальном голодании, будете хотеть более быстро худеть, я все-таки вот на своем опыте, и как рекомендуют по этим диетам, по алюкетодиетам, больше листовых. У нас есть наша белокочаная капуста. Прекрасная, вкусная. Салаты с ней можно делать сколько угодно. Я, например, делаю салаты с белокочаной капустой, добавляю туда яблочный уксус. Вот. И мало то, что он помогает для похудения, он там же очень много всяких витаминов, микроэлементов. Яблочный уксус вот рекомендую в салат добавлять. Поэтому блюд можно придумать. Ничего. Вот вы знаете, в моем режиме питания практически ничего не изменилось. Я кушаю пищу, которую я люблю, которая мне нравится. Единственное, я говорю, я не ем столько углеводов, как раньше, да, и не ем, конечно, картофель, не ем много, допустим, как раньше. Я очень даже любила пасту, макарошки там, да, это тоже нам нельзя. Вот. Но зато, я говорю, я любую вот эту вот белковую, жирную продукцию, продукты питания, ем с удовольствием. Я голодной не бываю. Дело в том, что, если я завтракаю в 12 часов, я долго не хочу кушать. Если мы кушаем часто и помаленьку, как раньше нас учили, у нас же организм постоянно в работе. Он держит инсулин только за счет того, что мы часто помаленьку. А если мы только маленько что-то не то, и все, у нас вой пойдет. А здесь у нас полностью идет за счет интервального голодания очищение организма. И у нас нету такой подпитки, у нас за счет жиров, жиры. Вот раньше, если мы едим, значит, много углеводов, они у нас в жиры превращаются. Особенно быстрые углеводы, как сахара, да? А когда мы едим жиры, и у нас нехватка инсулина, у нас за счет того, что организм жиры использует, у нас уходит жировая масса. Поэтому кето-диета в этом плане очень, конечно, супер какая. И так вот интервальное голодание, да? И продукты, продукты совершенно, вот совершенно простые. Я уже говорю, вот ничего не надо придумывать. Посмотрите в своем холодильнике, наверняка у вас есть. Купите мясо, любое, какое вы любите. Готовить можно там и котлетки, и фрикадельки там, или азу, или бестроган. Ну, что вы любите? Вариантов моря. Вариантов моря. Овощи. Ну, конечно, овощи обширно, много чего нам можно. Но предпочтение давайте, конечно, тем овощам, которые растут сверху. Допустим, вот такие овощи, как картофель, морковь, свекла, они растут в землю, правильно? Вот, их не нужно кушать вам, да? Но, при том, свеклу, вот листья свеклы, они очень полезны. Их можно использовать в суп, щи, там, в салаты даже, куда угодно. Вот, вот в этом очень будьте аккуратны. Помидоры нам можно, но вот средненький помидорчик раз в день достаточно. Он очень углеводистый. Это только вот то, что вот картофель, морковь, свеклу нам нельзя. Если листья свеклы, то их нам можно. Это по поводу питания. А так, обыкновенное. Я варю супчики с мясом, я делаю котлеты, я делаю плов, но с овощами. Рис нам крупные, зерновые, бобовые нам нельзя. И я от этого, я совершенно не скучаю. Я очень хорошо себя чувствую. Я наедаюсь вполне. И чувствую, что сейчас мне как-то даже хочется еще урезать свой. У меня дневной колораж 1200, да. Мне кажется, мне это очень много. Я наедаюсь быстро. Поэтому, мои дорогие, ничего в питании выдумывать не надо. Кушайте то, что вы любите, исключив бобовые, крупы, все сахара, муку, и, конечно, газированные напитки и алкоголь. Если вы хотите добиться каких-то определенных результатов, то, конечно, алкоголь надо, по крайней мере, минимизировать. Потому что, ну, мы русские, я все понимаю. Если, допустим, итальянцы, испанцы или французы, они сели, дуют этот фужер хорошего вина за весь вечер. Но нас-то, россиян-то, этим фужером не успокоишь. Мы выпьем один, два, да и то, и три. Так мы же после этого еще и хорошо покушаем. Поэтому, мои дорогие, если вы готовы бороться своим весом, пожалуйста, откажитесь на какой-то период, чтобы получить какой-то достойный результат. Я вот на сегодня своим результатом довольна. Ну, с завтрашнего дня у меня идет новый этап. Ровно через месяц я буду, опять же, отчет делать по своим результатам. Ну, конечно, взвешиваюсь я каждый день. Я не буду месяц терпеть и смотреть, что же там у меня взвешиваюсь. Я каждый день смотрю свои результаты. Обо всем я вам буду показывать, рассказывать. Своих видео я буду показывать, как я готовлю, что я готовлю. Ребята мои дорогие, все у нас получится. Продукты совершенно простые. Ничего дорогого, какого-то сверхъестественного покупать. Покупайте салаты, покупайте капусту, покупайте перец зеленый, не сладкий. Покупайте огурчики, обычные свежие огурчики. Помидорку не больше одного в сутки, если вы хотите. Покупайте ягоды, которые, мишевика, малина, если вы можете позволить. Листовые салаты любые, можете себе позволить. Яйца. Если молочка только жирная, пожалуйста, не переборщите с кефицией творога. Творог задерживает воду. Поэтому творожка много не надо увлекаться. 50-100 грамм в день, ну, не больше. Не делайте это на ночь, потому что он задерживает воду, к сожалению. Откажитесь от всех полуфабрикатов, от всех колбас, сырокопчености. Вот это нам совсем не нужно. Лучше сварите или затушите, или пожарьте хороший шмат мяса. Покушайте вдоволь, будет больше пользы. Но от этих всех колбас, сосисок и всего подобного вы должны отказаться. Сыры нам можно. Сыры у нас предпочтительно жирные. Я вот очень люблю пармезан. Жирные сыры нам можно, ничего страшного. Поэтому голодать вы точно не будете. Вот, допустим, я каждый день, я вот не сижу и не думаю, ой, что же я завтра буду кушать-то. У меня этого нет. Я вот первую неделю, наверное, я считала колораж. Да, это было. Я боялась зайти вот с калорий по углеводам. Это я, конечно. А сейчас я уже привыкла. Я уже и так интуитивно понимаю, где что, где недобор, а где перебор. Да, у меня. Но не стою, говорю, не думаю, ой, что-то такое. Яйца, это, конечно, вообще идеальный вариант на завтрак на мой, потому что я и вареная, и жареная, и в смятку, и вкрутую, любую, кушаю любую. Салаты любые. Когда делаю с капустой, когда делаю с огурчиками, когда делаю с помидорчиком. Я иногда добавляю семя кунжута, иногда могу добавить семя конопли. Но я вот такие вот добавки, это не обязательно. Это я просто, то, что можно, нам и принесет большую пользу. Я буду показывать совершенно простые блюда, которые я кушаю каждый день, от которых будете сытые, красивые, стройные, и все будет у нас прекрасно. Дорогие мои, задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Если вам нравится мое видео, ставьте лайки. Ну, а если не нравится, ставьте дизлайки. Всего вас доброго. Приходите ко мне на канал, подписывайтесь. Я жду вас. Субтитры сделал DimaTorzok